Москва, она дает нам пример, вот какой. Москва, постоянная Московская область, они на связи, они какие-то круглые столы, то-то, то-то. Мы по этому принципу власти бьемся, 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 бьемся. Добились, достучались. Организатор сегодняшней встречи с Министерством спорта даже не ожидал, что соберется все разрозненное фитнес-сообщество, в котором есть и коронавирусные нигилисты. Те, кто в вирус, до сих пор не особо верят. Приехали не только барнаульцы, но и бичане, и рубцовчане, и даже представители клубов Тальменки и сразу в бой. Точнее, с обращением к представителям Роспотребнадзора. Мы просим нас не дожидаться до третьего этапа. Мы те организации, которые вот среди всех других имеют возможность соблюдать все эти требования. А вы соблюдаете, имеете возможность нас контролировать. А соблюдать предстоит много чего. Количество клиентов нужно будет ограничить в разы. Четыре квадратных метра должно приходиться на одного человека. Обязательно бесконтактная термометрия, обработка помещения специальными лампами, наличие санитайзеров. Самый лучший вариант был бы установить все-таки у каждого тренажера санитайзер. То есть человек потренировался, обработал руки, потому что тренировочный процесс, разумеется, без масок люди будут, без перчаток будут. Но ваш персонал должен быть и в масках, и в перчатках. В общем, опять многотысячные расходы, при том, что о доходах все забыли еще четыре месяца назад. Хотят помощи, но пока безвозвратные кредиты могут получить не все. Своим опытом делился Александр Барбашин. Он же озвучил, насколько активно пошли клиенты в открывшиеся спортзалы у наших соседей в Кемерове. По статистике, по сравнению с тем годом, то есть учитывая колебания временные, то есть что лето, да, то есть у нас на 25-30% меньше клиентов в клубе, чем было по итогам того года. Оказалось, большая часть присутствующих к такому раскладу готова. Говорят, дайте открыться на втором этапе. Будем соблюдать все меры безопасности. Министр готов озвучить просьбу губернатору на ближайшем заседании. Нам важно, чтобы мы друг друга не подвели. Мы вас в лоббировании интересов по-хорошему, а вы нас в том, чтобы это все соблюдалось. Между тем, владелец сети клубов «Сафари» набирает персонал. Многие уволились, да и сейчас не особо активны. Говорят, зовите, когда точно откроетесь. Вы вообще верите в то, что откроетесь в ближайшее время? Я, конечно, у меня этот оптимизм не пропадает, но я прям, пришло время побороться за это. Я хочу, чтобы власти наши тоже, ну, как-то начали переживать за нас. Ну и в заключении, по словам Сергея, для восстановления бизнеса понадобится не меньше двух лет. А встречи, подобные сегодняшние, будут проводить теперь регулярно. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. У меня подруга в больнице.